В Екатеринбурге, да и в других точках Среднего Урала и соседнего Прикамья, а точнее в их виртуальных проекциях, таких как WhatsApp и Телега, неожиданную популярность обрело вот это вот баянно-старинное видео, на котором зеленый автобус Нефаз сбил медведя, перебегавшего дорогу в непроложенном месте. Мы не знаем, кто был нулевым пациентом этой видеоэпидемии, но кто-то первым забросил эту картинку в мессенджеры, и люди стали массово ее пересылать и друг другу, и даже в СМИ. Ну, например, нам на WhatsApp разные зрители с десяток раз забросили это видео, и что самое странное, каждый настаивал, что медведя сбили в его городе. То это сортировочная окраина Екатеринбурга, то Верхняя Пышма, то Нижний Тагил, то Пермь. Но вы понимаете, да, что на дворе-то январь, разгар зимы, то бишь, и мишки должны спать в берлогах, а тот косолапый, что не спит в январе, тот шатун, и он опасен для разумных. Потому это видео, поданное как свежачок, и породило такой лютый резонанс. Странно, что люди, говоря типа «это у нас», как бы узнавали, что видеокартинка реально похожа на их местность. То ли это невнимательность, то ли у страха глаза, минус пять. И сегодня разным СМИ и интернет-пабликам пришлось успокаивать население. Дескать, товарищи, нет никакого медведя-шатуна в нашем городе. Никто его не сбивал, все это из цикла «Нафига, козе, баян?». А это видео действительно баян, ибо снято оно было в марте 2021 года в Нижневартовске. И мы про это делали репортаж. Тема такая. На самом деле это не медведь, а полуторагодовалая, читай, малая медведица. Она жила в вольере при гостинице «Европа» в Нижневартовске. Ее хозяин Анвар Агаев охладел к животине. Медведица, видимо, почувствовала нелюбовь и сбежала. А, впрочем, чтобы не переписывать текст почти двухлетней давности, давайте-ка просто посмотрим фрагмент того репортажа за 2021 год. Автор один и тот же уверен, разницу вы даже не почувствуете. Итак, прыжок в прошлое. Кстати сказать, Нижневартовский медведь, он ведь сбежал и не из зоопарка, и не из леса. Кто-то спросит, так откуда медведь? Оказалось, он удрал из гостиницы «Европа», где жил, но нет, не в номере, а на улице, в вольере, вместе со своим бурым соплеменником. Обстоятельства этого побега из Шоушенка не сообщаются, но известно, что медведь оказался на улице авиаторов, где погнался за смелым аборигеном. Тот стоял рядом с медведем и разговаривал по мобиле, ну, как ни в чем не бывало. Косолапый зверь воспринял это как неуважение и погнал отчаянного бедолагу по тротуару. Возле автоцентра «Киа Моторс» парень поскользнулся, чуть не упал, но взял себя в руки и перебежал через дорогу в непроложенном месте. Мишка за ним и попал под зеленый автобус. Сам виноват. Но, по счастью, лохматый зверь не погиб. Прям вообще медведь. Б***ь, мать, точно. Ира, не останавливайся. Ира, б***ь. Да я боюсь, чтобы он не кинулся под колеса. Ой, мама. Ира, б***ь, не надо мне его сюда. Забери людей, людей заберите. Б***ь, у нас полная тачка. Сюда бегом, бегом в газель, бегом, бегом в газель, бегом. Люди в газель, бегом. Бегом, бегом в газель, бегите, мужчина. Он разорвет вас, б***ь. Бесстрашный. Ты мой жайчик, ты мой жайка какой, а? Б***ь.